Вечер добрый. Мы с друзьями приехали на Каток, ну это рядом с торговым центром ТАО. Ребята вон там стоят в очереди, короче, оплачивать эти все дела, услуги, прокат коньков. Я сбегал в садовый центр, купил перчатки, ну чтобы если падать, короче, чтобы помягче было рукам и не ободрать, не стесать. Хотел в садовом немножечко поснимать, встретил подписчиков. Ну, короче, там слово за слово, там уже как бы некогда, евреи-мессианцы подходят, тут он еще в очереди сколько стоять приходится. В общем, ну, разговариваем там по семенам. Дорого. Я говорю, ребята, я знаю, где дешевле. Мне как раз сегодня пришли семена с сайта цветок.шоп. Неимоверный, огромный ассортимент цены, ну цены я даже не знаю, уровня трехлетней давности. Ассортимент, ребят, я вам не передам ассортимент. Там 18 агрофирм, которые предоставляют семена. Это не какой-то супер распиаренный, раскрученный сайт, наоборот, начинающий сайт, интернет-магазин о садоводстве. Семья Юля и Сергей, мы общаемся в личке нормально так. Ну, потому что я у них заказывал тюльпаны по осени, заказывал, да. Ну, и как-то у нас завязалась вот эта переписка, мы до сих пор так переписываемся, да. По питомникам, по саженцам, по каким-то, по сортам. Кстати, у нее огромное количество сортовой картошки. Я себе тоже заказал. Юля помогла мне выбрать семена картофеля для нашей жаркой зоны. Короче, кстати, семена цены на семенный картофель, ну просто ниже нижнего. Я несколько лет назад заказывал сайт «Русский огород». Короче, на этом русском огороде семенная картошка была по цене тогда, какие цены сейчас у Юли. И причем в русском огороде семян было 11 штук, а у Юли там целых 2 килограмма за эти же деньги. Так, ребята, уже пошли. Так, ладно, я побежал кататься. Ну, короче, цветок, точка, шок. Я вам еще о них расскажу. О них нужно говорить, потому что ребята этого заслуживают. Чтобы о них люди знали и покупали себе шикарный семенной материал, растения и прочий саженца. По доступным ценам я там себе заказал лили, лили шикарные, клематисы, лук-сивок сейчас у них поступил в продажу. И здесь, пожалуйста. Лук-сивок у них сейчас поступил в продажу. Потом у них поступил в продажу сейчас саженцы, клубники, земляники садовой. В общем, ребята, я вам настоятельно рекомендую перейти на сайт, ознакомиться с ассортиментом, потому что, я еще раз говорю, цены доступные. Ассортимент огромный. Компания начинающая. Компания. Громко сказано. Но ребята заслуживают поддержки, потому что ребята огромные, огромные молодцы. Это все достается им своим трудом. Ничего им с неба не упало. Они начинают с нуля практически. Точно так же, как они с нуля благоустраивали свою усадьбу. Кстати, у Юли есть канал на ютубе. Тоже я ссылку на него оставлю. Обязательно подпишитесь. Не сбить по ребенку. Я всего лишь третий раз на льду. И я считаю, что для третьего раза, да я даже для первого раза великолепно катался. Ну а если типа я как корова на льду, так я держу коров. Корова это мое призвание. И поэтому быть коровой на льду мне ничуть не стыдно. Знаете, в 33 года, получается, в том году я первый раз встал на коньки. Сихрулидзе из меня никакой, конечно. Но да ладно. Сихрулидзе, да? И да. Ладно. Или я Сихрулидзе? Ладно, бог с ним. Лысый же. Сихрулидзе? Сихрулидзе, вот. Когда вбили меня в заблуждение головы, мне тут стоят, машут. Типа нет, не Сихрулидзе. Плющенко. Да дался он Плющенко. Вот. Я смотрел в том году программа. Гороче, канал там про бабушку, которая в 80 с лишним лет катается на льду на старых-старых советских коньках по Байкалу. Думаю, ну если уж 80-летняя бабанька катается, почему бы и мне? Так что, ребята, никогда не поздно делать то, что вы никогда не делали. Пробуйте, дерзайте, у вас обязательно получится. Разливаю молоко. Процеживаю через органзу, складываю ее в 4 слоя, в такую большую воронку на банку, защипляю прищепкой, чтобы она никуда не уделась. Много раз уже показывал я этот процесс. Покажу еще раз, потому что зрители новые, не все знают, как это дело происходит. Мне удобнее сначала в банку процедить, а потом из банки уже разливать по бутылкам. У меня есть специальная цедилка с узким горлышком на бутылке. Но, честно говорю, что органза вот эта намного лучше процеживает молоко. Молоко продаю 100 рублей литр. Заказали у меня 10 литров. Все, кстати, заказы у меня в основном по авито. Приезжают люди из города, доставки у меня нет. Кстати, смотрите, как наливаю молоко в бутылке. Форма для сыра камамберная, такая плотная. Ее ставлю в нее бутылку и никуда она не девается. Потому что иногда бутылка играет, падает. Все это дело на первых порах может пролиться. А вот так вот главное в нее налить хотя бы половину и никуда она уже не денется. Тоже спрашивают, как вы продаете, где находили клиентов. Я постоянно говорю, главное для сбыта абсолютно любой продукции это близость к городу, либо к большому населенному пункту, где есть люди. Потому что где-то вдали производить молоко, у него уже не продашь по достойной цене. Конечно, люди приспосабливаются и с кормами как-то выкручивают, что у них себестоимость молока становится меньше. Но все равно это уже, знаете, скажем так, дополнительный труд приходится делать, который практически никак не оплачивается. И получается, чтобы продать молоко по одной цене, приходится делать две каких-то работы. Мало того, по содержанию, кормлению скота какие-то текущие работы идут, от них никуда не денешься, где-то починить, где-то как-то полечить. Всякое бывает, и все это ложится только на наши плечи. Так еще и занимайся придумыванием, как себестоимость сократить, чтобы, опять-таки, меньше вложить в эту скотину, чтобы от нее больше получить при продаже конечного продукта. Потому что, видите, я молоко продаю 100 рублей литр. Я кормлю сразу готовым комбикормом с нашего Дубковского кормоцеха. То есть, я позвонил с утра, через час-полтора мне корма привезли. Комбикорм гранулированный. Мне не надо заниматься дроблением зерна, составлением кормосмеси. Опять-таки, я мог бы купить зерно где-то подешевле, чем оно, например, кормосмесь, которую я покупаю. Но, опять-таки, мне нужно за этим зерном поехать. Какое-то зерно одно купишь в одном месте. Нужно, чтобы разнообразить рацион, купить какое-то другое зерно в другом месте. Это поехать туда, поехать сюда. Потрать на это время. Потом разгрузи, перетаскай. Продроби опять время. Короче, вот так вот, видите. Я продаю дороже, опять-таки, потому что у меня есть возможность продать дороже, потому что у меня рядом крупный населенный пункт. Ну, собственно, мы, наш поселок в том году присоединили к Саратову. Мы сами теперь город. То есть, мы город, но со статусом сельского поселения. Вот так вот, так, ребятки, ко мне приехали за молоком. Я вижу, пытаются дозвониться. Побегу, отдам молоко. Это за козьим приехали, это я корове наливаю. Вот так вот козье молоко продал. Корове молоко процедил, разлил по бутылкам на заказ. Иду назад на хозяйство, потому что я не успел управиться. Надо еще почистить навоз. Вода у меня наливается. Поэтому тоже надо следить, не проследить. И сено еще никому не раздал, так что тоже. Так вот. И бегаю, ношусь. Ну, все, но не зря, не зря, ребята. Что, синка Пеппо? Да, вирку потеряла. Сейчас вот ее кормил, смотрите. Смотрю, бирка валяется. Хорошо, хоть он навоз не втоптал. Ну, в принципе, разницы никакой. Здесь вот на конце был такой металлический штырек. И вот он, видимо, вылетел. И бирка из уха выпала. И она вон ее немножечко пожевала и выплюнула. Видите? QR-код, прям что ты. Кстати, вот эти вот маленькие бирки в этом году вешали и козам всем, и коровам. И в итоге они все повылетали. У меня, получается, с бирками остались только бык-алтай и корова-ночка, потому что бирки им вешали в другие года. Видимо, тогда бирки были крепкие. Получается, у меня сейчас 8 коз. Ни на одной нет бирок. Тоже потому, что и молодежь не биркованная. А 3 козы взрослые были. У них эти бирки элементарно тоже в ушах. Они, кстати, в ушах. Пока заживает ухо, вокруг него образуется болячка там. И вот как-то она сжимается, и эту бирку они теряют. Так, мои грязные рабочие руки. Не обращайте внимания. В итоге вот поставить бирку, получается, 52 рубля. Вот 8 коз нужно бирковать. Корову-красулю и свинью-рябинку. Получается потом еще 2 свиньи, мороженое и тыква. Ну и вот, получается, на одни только бирки в ветеринарный контроль, который весной будет, нужно будет разориться на 600 рублей. Вот такие дела. Коровам сено раздал. Да моя девочка. Да моя ласточка, ноченька моя. Ночка постепенно удой снижает. Но все равно запускать я ее без проверки на стельность не буду. Ребят саратовские, кто знает, есть ли у нас в Саратове УЗИ. И если вы знаете, кто у нас в Саратове делает УЗИ, дайте, пожалуйста, контакты. Я созвонюсь, чтобы проверить на стельность. Стопроцентно. Потому что, ну, ректалить я как-то, честно говоря, не сильно доверяю. Такий мой котеночек. Ой, такой, кстати, классный козел. Такой добрый. Такой умненький. Разговорчивый. Такой он. Начинаешь с ним что-нибудь разговаривать. Он там что-то подмекивает. И причем так не противно, а нежно. Да, мой котик. Да, мой зойчик. Да, мой хороший. Мой хороший. С хорошим характером у меня, кстати, козел был Никиша. От Юлии Неконоровой. Такой классный был. Потому что был у меня дар от Шишовых. Ну, хватит ссаться. Дар у меня был от Шишовых. Он такой был. Ой, ой. Ну, вот, вот, вот. Все. Расхвалил. Расхвалил. Характер ты показываешь. И дар у меня с характером был. И Герман с характером. Орех у меня был от Вячеслава Шаталова тоже. Так себе. Прям себе на уме. Потом вот Никиша был у меня от Юли. Просто золото был. И кто? Потом вот, получается, Гарик был. Ну, Гарик тоже довольно спокойный был, но тоже мог взбрыкнуть. Ну, не переворачивай, аккуратно. Да, да. Вторая корова. Красуля. Получается, она у меня отселилась в конце ноября. По идее, должна бы уже в охоту приходить. Два месяца прошло. Ну, в охоту, ну, пока не приходим. Ну, в принципе, ну, как нормальный период должен длиться примерно, как он называется, сервис период от отела до покрытия. Три месяца, чтобы вот как раз годовой цикл был. Девять месяцев стельности, три месяца сервис периода. Месяц у нас в запасе еще есть. Я не тороплюсь. Хорошо бы было бы как раз ее так же вот через месяцок покрыть, чтобы она точно так же в конце ноября у меня в следующий раз отелилась. Петухи орут за стенкой. Сено шикарное, вкусное. Съедают все прям подчистую. Прям ни соринки, ни травинки не оставляют. Да моя, да моя красонька, да моя девонька. Так, красоленька. Погода сегодня шикарная, солнечно. Такой легкий морозец, приятный, минус семь. Хожу так по двору, по сараям, мусор собираю, где что лежит, где не на месте лежит. Да, мешки сейчас наконец-таки собрал. Тоже корма привозят мне уже в мешках. И получается я их в лари, в эти, в баки большие не высыпаю, чтобы оттуда не черпать, не носить. Они у меня так в мешках стоят. И по мере необходимости я открываю мешки, в ведра пересыпаю, уже скотине раздаю. И в итоге мешки вот в эти же пустые лари, которые для зерна, я туда складываю пустые мешки. И вот сверху, сверху, все сверху. И потом уже оно начинает верхом оттуда вываливаться. В общем, складывал мешки с мешками. Я говорю, у людей нормальных пакет с пакетами, у колхозников мешки с мешками. Ну и так по двору ходил, где какие-то ведра старые, баки старые, там какая-то палка, там какой-то черенок сломанный, там какая-то запчасть, там кусок шланга. Ну короче, вот такого помелочи собирал, а все равно глаз косится. И мы школхозники как? Все, кто живет в своем дому, все говно нужно тому. Но оно до поры до времени наступает момент, когда вот это вот все сильно нужное, сильно, что в запасе лежит, оно надоедает, оно элементарно мозолит глаза и бестолку занимает собой пространство. В общем, с этой осени я так уже очень много чего выкинул, что-то там на металл уже сложил, в кучу приготовил, что сдать. Но металл сильно подешевел, да, в зиму, поэтому как бы авось долежит до весны, вдруг что подорожает, весной сдастся, да, вот, как говорится, но не к спеху, вот. И что говорю, оно бы вроде бы и выкинуть, оно бы вроде бы все и освободить, но авось пригодится, сегодня я выкину, а завтра надо будет, прям вот сразу завтра же оно пригодится, да. Ну или не завтра, послезавтра, через месяц. Я говорю, а когда оно пригодится, да мы в жизни вспомним, где это что нужно, и у нас по двору лежит, потому что сверху этого нужного еще три ряда тоже другого, точно такого же нужного, приложено, приставлено, прикладено, присыпано. И в итоге это все дело одно на другое. И, во-первых, когда что-то приспичит, будешь ходить вспоминать, где это лежит, ходить с места на место перебирать, авось там это где-то там притулилось, лежит. И в итоге пойдешь и купишь новое, потому что и не найдешь, а найдешь оно еще что-нибудь не подойдет, и потратишь и время, и все равно деньги потратишь. В общем, ребята, нужно расхламляться, я говорю, очищать место для чего-то нового, свежего, интересного. И это новое, свежее, актуальное, заполнит собой и, ну, скажем так, возместит то, что было старое, ненужное и захламленное. Вот такие у меня мысли на этот счет. Пойдемте к роликов посмотрим. Вот они, мои зайники, кушают, едят. Порода это французский баран, это две девочки, вот черная и мадагаскарская. Вот красоточки. Капуста у меня приставилась. Помните, я вам рассказывал, что у нее на груди был большой абсцесс, который в дальнейшем прорвался. И кто-то в комментариях мне написал, ну, раз у нее был абсцесс, что толку с этой крольчихи уже не будет. И на воспроизведение... Ой, не лезь. На воспроизведение пускать ее уже не надо. Ну, люди, видимо, на этом уже не одну собаку съели. Я-то в кроликах вообще не волоку. Они у меня так для виду... Ну, как, честно, для виду. Я их в том году покупал, когда у меня начал расти YouTube-канал. И я их покупал, ну, дабы расширить свой сельский контент. Чтобы у меня была какая-то новая милая зверушка. И, вот, скажем так, для разнообразия в кадре. Ну, вот так и они у меня остались. Немножечко расплодились. Одну крольчиху я родственникам поменял на готовое мясо-тушку. Ну, вот эти две. Самец у меня еще один из этого же помета. И их отец, так в хозяйстве, и есть. Ну, в принципе, что они милые, красивые. Особо не трудозатратные. Поэтому меня они не напрягают. Пусть будут.